Добро пожаловать в ангар Романа. Мы снова на аэродроме. Совсем недавно вы могли видеть видео, которое было посвящено советской машине, штурмовику Су. Ну и сегодня на очереди мои любимые истребители. И начнем мы обзор истребителей с машины первого ранга Як-1. В принципе те, кто играют в игру War Thunder, могут самостоятельно ознакомиться с информацией по этой машине. Поэтому истребителю это советский одномоторный самолет-истребитель Великой Отечественной войны. Ну и так далее. Почитайте всю эту информацию самостоятельно, если у вас установлена игра War Thunder, ну либо же зайдете на Вики. Итак. Начав играть за самолетой, начав летать на самолетах в игре War Thunder, я начал активно прокачивать две ветки. Первая ветка это штурмовики, и вторая ветка это истребители. Но истребители мне понравились больше, из-за того, что истребители изначально заточены под то, чтобы воевать с другими игроками. Конечно же на истребителях можно работать и по наземным целям, но все-таки их приоритетная задача это уничтожение вражеских самолетов. Первый истребитель, о котором сегодня пойдет речь, это Як-1, как я сказал. Смотрим его вооружение. 20-мм пушка ШВАК, одна штука, и два пулемета 7,62. Вот эта вот пушка, 20-мм, довольно-таки грозное орудие. Перезарядка, правда, долга, и боезапас маленький, но... Несколько попаданий из этой пушки по вражескому самолету будет достаточно, чтобы вывести часть этого самолета, повредить или роны, или закрылки, или хвост, или мотор, или даже убить пилота, кабина-то не бронирована. То есть, очень довольно-таки грозный пулемет установлен на этой машине. Максимальная скорость тоже мне очень нравится, это 605 км в час. Это очень много, ну, по сравнению со штурмовиками и бомбардировщиками уж тем более. Запредельная скорость. Но вы видите, что характеристики очень и очень хорошие. Давайте посмотрим на экипаж. Так, наверное, будет лучше сделать следующим образом. Ну, о броне говорить тут не приходится, по сути, никакой брони тут нет, это не танки. Так, вот я хотел, чтобы вас демонстрировать рентген. Ну, топливные баки, как это обычно, бывают, расположены в крыльях, вот их тут две штуки. Пулемет. Так, здесь двигатель. Где у него расположен пулемет? Пилот, кстати, вы видите, всего лишь один. Турелик, как у штурмовика Су-2, здесь нету. То есть, один пилот, турелик нету. Так, это баки, это баки. Так, а вот пулемет я пока не найду. Где у него установлен пулемет? Ну, да ладно. А, вот оно, курсовое вооружение. Сразу-то я не увидел. Вот. Раз, и вот два. Так, теперь посмотрим на модификации. Ну, вы знаете, что я делаю обзор всех машин, как танков, так и самолетов, будучи полностью модифицированной. Техника у меня исследована, все модули и установлены. Ну, вот вы видите здесь пушка, пулемет. Что касается подвесного оружия, несмотря на то, что это истребитель, на него, конечно же, можно навесить бомбы. Не так много, как на штурмовик. Вот, в данном случае всего две штуки можно повесить. Либо 50-килограммовых бомбы, либо две 100-килограммовых. Но в этом случае увеличится масса самолета, ну и, как следствие, уменьшится максимальная скорость и время виража. Поэтому я использую Як по предназначению, то есть это как истребитель. Так, ну и курсовое вооружение, вот 7-62 и 20-мм пушка. Все установлено. Так, ну что еще рассказать? В принципе, я все рассказал об этом самолете, модификации показал. Экипаж, ну вот здесь вот пилот, бортовых стрелков нет. В принципе, можно делать уже и пробный вылет и показать, как ведет себя эта машина в боевых условиях. Так что отправляемся на поле сражений, как говорится, в бой. Как обычно показываю боевые характеристики этой машины в бою, в аркадном бою, не в реалистичном, а именно в аркадном. Играю я в основном только в аркадные бои. Навык пока недостаточно хорош, чтобы без подсветок, без маркеров воевать. Поэтому аркадный бой, это карта Зеленый Хребет. Ну и вылетаем на нашем истребителе Як-1. Вот уже на карте высветились метки для бомбежек. Ну это цели для бомбардировщиков и штурмовиков. Я же на истребителе буду акцентировать свое внимание на игрокам, на танцевальных самолетах. Так, сразу я сбрасываю скорость, грудь чуть левее или правее, не важно. То есть по авангарде не иду. Пусть наши самолеты немножко пролетят вперед. Так, погода здесь не очень хорошая, но мы будем с ней. Тактика моей битвы на этом самолете следующая. Следующая. Так, ну вот давайте покажу, как выглядит кабина. Кабина самолета. Можно в таком движении играть. Да, битвы на первой Александре. Так, облачность. Погода не очень хорошая. Тактика такая. Я набираю высоту и сверху биттирую на вражеские самолеты. Ну вот уже подо мной есть несколько самолетов. Я к 7, я вижу. Лак 3. Ну давайте какую-нибудь цель выберем. И попробуем сесть на хвост. Вот это мой Лак 3. Попадание. Еще и второй самолет задел. Видите, какая высокая маневренность у этого самолета. Я без труда делаю мертвую питью. И без труда выхожу из крутого пики. На штурмовике это было бы невозможно. Так, ну вот. Подо мной аж 3-4 малеса. Бою, это не нахуй. Сейчас попробуем сесть на хвост. Так, вот. Идеальный вариант для меня это сверху. Отпускаться на вражеский самолет. Выходить его с хвоста. Так, помощь в уничтожении. Все-таки сбил его не я. Так, и шестой на хвосте. Делаем крутое пике наверх. Видите, как этот самолет делает мертвую петлю. Я практически вертикально вверх ушел. От вражеского самолета. Ну и сейчас я ему сяду на хвост. Не проведет тот же маневр. Нет, он его не успел. Он был сбит самолетом из нашей команды. Так, лобовое столкновение мы не будем. Мы будем сходить на хвост. Так, ну у меня уже самолет поврежден. Видите, мотор поврежден. Уже выдумление идет. И скорость там будет. Как хочу, не разорву. Так, сзади меня. Храг. Снимаем его. Так, он уже подо мной. Тоже уже библи. Ну давайте попробуем его самолет. Сверху. 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 Призаряд. Пропустили вперед. Пропустили наносит не может. Критические повреждения самолет. Самолет призбить на стороне. Так, ну у меня самолет... Пропустили он, ребята. Я боюсь, что на этом мой полет сейчас будет все кончен. Ну, два самолета я сумел сбить. Вообще, на этом самолете хорошо воевать в гористой местности, где есть высокие горы, узкие ущелья. Чтобы можно было прятаться, да, горами. Высокая маневренность этого самолета позволяет это делать. Ну и повторяюсь, в который раз летать на приземельно низких высотах. Нужна поддержка. Давайте выберем цель. Попробуем спикировать. Браслую скорость, начинаем на пике. Испеки. Летим. Испеки мне удается все почти выйти на другом самолете. Вряд ли поддомность. Садимся на хвост. И пытаемся сейчас... Подранить. Но, к сожалению, все минус. Испеки. Так, адрес за шестой на хвостю. Так, вилл 2-й. У меня пока 1 зарядка, но не надо 2-й. Фактически не ели, я думаю, сейчас упадет. И огни упал. Будем добивать и убивать. У меня на хвосте ягг первый. Делаем крутой вираж наверх, но, к сожалению, мотор поврежден. И у него тоже ягг первый, поэтому такой же вираж и он заводит. Да, я уже... машина у меня повреждена. А на хвосте ягг первый. Не отпускает меня. Зайти на хвост и висит. Машина разбита. А, он уже внизу не стал продолжать за мной уходить. А мы теперь попробуем публикировать и наказать. Если это не даст. Садимся на хвост и... 2-й. 2-й. Патроны закончились. А, я. Уходим. Уходим. Да, уходим. Уходим. Видите, несмотря на то, что он поврежден мотор, но мы... Успешно закладываем хорошую маневку. Настреливаем сзади. Слушайте, ну это какой-то аз. Перезаряд. Ну он дымит. Впрочем, я тоже дымаю. Сейчас взорвет, нет? В предельно низкой высоте. Сейчас взорвется. На второй. Почти. Вот вы видели, на предельно низкой высоте мне удавалось без проблем лететь и набирать съехать высоту. На 45-й. Выдержал мои попадания в бронированный код. Давайте продолжим. 7-62, пока перезаряжается. Есть пробитие. Осталось только его дать. Блин, он добил. Сотк другой. Боезапаса не хватает, ребята. Не хватает немножко боезапаса. Перезаряжается. Так, лаг третий. О-вы. Ну, вроде попадает. Впрочем, надо поближе. Подходите. Так, снова зайдем на хвост. Я дымлюсь. Движок поврежден. Так, лаг третий. Кручит неплохо. Так, ну что, садимся на хвост. Я, видите, у меня скорости не хватает. Только никогда. Ну, вот. Она перегребилась. Основная рука. Ещё немного. Победа наших игроков. Самолёт. Перезаряжаем. Пушку. Вот он Як-1, смотрите. Побеждённый у меня самолёт. И как хорошо отвоевал. Уничтожил три вражеские машины. И помощь уничтожения противника два. Вот такой вот самолёт Як-1. На этом буду видео завершать. Хотя нет, у меня ещё есть один сохранённый бой. Сейчас я его поставлю. Продемонстрирую. И на этом видео буду завершать. В принципе, я думаю, вот из этого эпизода вы поняли, насколько хороша эта машина. Самолёт Як-1, истребитель. Ещё один просмотр, ребята, и на этом видео завершу. Вижу вражескую машину. И-16. Специально сбросил скорость с тем, чтобы сесть к нему на хвост и сзади его расстрелять. Вы видите, сближаюсь по максимуму. И открываю огонь из 20-мм пушки. О, И-16. Ну, с такого расстояния грех не попасть. Сто метров и вражеский самолёт, ну и, конечно же, сбиваю. Одна сбитая вражеская машина есть в моём счету. Эта карта, видите, здесь степи. Гор нет. И высокая манёвренность, как я говорил, этого самолёта Як-1 позволяет мне летать низко над землёй. Так, ну вот я выбираю следующую цель. Открываю огонь из него А-1. Попал. Ну и, наверное, сейчас самолёт будет сбит. Нет, я его потерял из вида. Нет, он ещё не сбит. Но, видите, дымит, горит. Летит к земле. Сейчас, скорее всего, разобьётся. И вот я его тут пытаюсь добить. Бумаю, сейчас ты просто от единички изменится на выручку. Да, так и есть. Второй вражеский самолёт засчитан. Ищу третью цель. ББ-1. Это, я так понимаю, бомбардировщик. Вражеский. Видите, как низко я лечу над землёй. Всего лишь 230 метров, 220 метров. Скорость высокая. 440 километров в час. Бывает огонь. Ну и всё. Бомбардировщик сбит. Третий самолёт записан на мой счёт. Ну, довольно-таки неплохо, ребята. Такое редко бывает, что я сбиваю на одном самолёте больше трёх самолётов. Так что три сбитых самолёта – это весьма и весьма удачно. Такое бывает нечасто. Так, вот мне навстречу несётся ещё одна вражеская машина. Сейчас я специально замедлил скорость, чтобы посмотреть, потому что сбил я его очень быстро. Там буквально несколько пулек попали ему в мотор и он сразу загорелся. Вот в режиме медленной съёмки, как будто бы я даже тут мажу, но я всё-таки по нему попал, видите, и сразу самолёт сбит. Это в режиме медленной съёмки запись, а на нормальной скорости это произошло очень быстро, там буквально за две секунды я его сбил. Видимо, критические попадания были в мотор по гражданскому самолёту. Ну вот, четыре самолёта уже сбил, видите, летаю вниз по нему. Следующая цель – лаг третий. Это турмавит. Вот пытаюсь его расстрелять в пятьсот метрах. Попал, но он ещё живёт. У меня патроны закончились. Так, и вот по мне начали стрелять. Всё, сбили преломни. Пятый самолёт мне не удалось сбить, лаг третий улетел, а вот на хвосте, вы видите, вражеская машина сбила меня. Ну, на этом всё, буду заканчивать видеообзор, посвящённый советскому истребителю я к первому. Вы видели, насколько замечательный этот самолёт. Мне он очень нравится, я люблю его слетать. Спасибо за внимание и ждите новых видеороликов из игры War Thunder, посвящённой советским самолётам. Удачи!